Мур, привет друг, это Зверько. Разработчики в какой-то момент решили, что они будут все время что-нибудь менять в хайбусе и называть это дело реворком. Ну что же, я в свою очередь должен сделать гайд на хайбусу и так называемый реворк. Давай ты поставишь лайк и подпишешься на канал, ведь видео выходят каждую неделю, просто проверяй подписки. С геймплеем, фишками, багами и сборкой мне помог профильный убийца Ганмарк, за что ему отдельное спасибо. Пссс, парень, знаешь где купить алмазы подешевле? Конечно, в Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой айди и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Ну что, давай посмотрим, что изменили у Хаябы и как теперь им побеждать. Пассивка. Теперь набиваются не только навыками, но и автоатакой. Она увеличивает личный урон. Урон Семи морей и Бесконечной битвы не учитывается, потому что их расчет урона высчитывается по отдельной формуле. Это как ударить когтями ниндзя. Вроде с кулака втащил, а еще и проткнул. Первый навык. Сюрикены летят быстрее, что позволяет попадать по подвижным противникам. Однако, стаков набивается меньше, но этот вопрос решим позднее. Второй навык. Переработана механика теней. Кроме того, увеличили скорость анимации раскидывания теней. Но с другой стороны, увеличили КД на 1 секунду. Конкретно что изменили? Передняя тень теперь не залипает в препятствии, а пролетает дальше. Можно даже закидывать ее во врага через стену, но потребуется сноровка для этого ниндзя трюка. Расстояние боковых и передней теней увеличили и сократили бэксвинг. А это значит, Хаябуса охватывает большую территорию. Вдобавок, уменьшили задержку между раскидыванием теней и прыжком в тень. Перепрыгать можно сразу. Ульта. Также изменили принцип выбора целей. Но и у этой медали две стороны. Первая. Если под ульту попадает цель с метками, то Хаябуса сначала выбивает их и лишь потом включается рандом по целям. Это позволит добивать убежавшую выжившую под люку, которая укрылась за спинами товарищей. Притом не разменивая урон на другие цели. Кстати, метки в ульте снимаются и преобразуются в отдельный урон. Другая сторона этой медали – баг ульты. Она акцентируется на определенную область и быстрым перемещением ее можно скинуть. Вот, например, Линк со своим прыжком дожит ульту Хаябусы. Фанни на двух стропах летит достаточно быстро, чтобы скинуть ульту Хаябусы. Более того, можно окуниться от ульты, если бежать в сторону и просто прожать вспышку. Как это работает? Во-первых, на убегающем нет стаков пассивки. Во-вторых, он начинает резко разрывать дистанцию в начале ульты Хаябусы. Но, если в радиусе поражения будет хотя бы еще одна жертва, Хаябуса переключится на нее. Еще забавно, что Глу, гордо выседающий на Хаябе, не скидывается во время ульты. А теперь приемы настоящего ниндзя. Традиционные хитрости. Это переждать оглушение в задней тени и подождать в ульте перезарядку теней для отступления. Но, Ганмарк предлагает еще парочку фишек. Например, есть традиционная комбо. Это раскинуть тени, прожать первый, прыгнуть к цели и запустить ульту на полные стаки. Быстро? Да, очень. Можно ли еще быстрее? Конечно можно. Для этого запускаем во врага тень. Но теперь прыгаем к задней тени и раскидываем клинки в противоположную сторону. Прыгаем в тень, которая в противнике. И после возвращения клинков жмем ульту. В противнике уже фулл стаки в нашей пассивке. И он получает порядочный урон. Этим приемом можно выцеплять противника, отбежавшего к своим братишкам. Поскольку нам нужно лишь попасть в него тенью. Первое попадание даст один стак. Вернувшиеся клинки два стака. И последний стак это наш прыжок в тень. Все это происходит гораздо быстрее, чем обычный способ. Еще один трюк, о котором я уже говорил. Атака через стену. Передняя тень второго навыка теперь не застревает в стенах, а перелетает ее. Этой тенью мы цепляем противника. И используем трюк, описанный только что. Но, а я покажу медленный традиционный способ. Этот трюк может даже не подсветить хайбусу на карте. А жертва может не успеть заметить на себе анимацию тени из стаки хайбусы. Ну и... Что же нам взяли дополнительным навыком? Кровавое возмездие. Хайяба идеален через лес. Кроме того, он очень зависим от синего бафа. Не воруй у союзного хайябы синьку. А вот у вражеского стащить самое то. Сборки я покажу ганмарка. И не буду долго о них распинаться. Первая сборка против уничтожения тонких героев, где кираса грубой силы нужна для выживаемости и скорости перемещения. Вторая сборка против более толстых противников. Например, руби, чонга. Билды убийц заточены на личный комфорт. Поэтому собирая свою, отталкиваясь от примеров. Впечатление профи о реворке. Урон хайбусы однозначно вырос. Играть стало комфортнее за счет сокращения анимации второго навыка, быстрого обращения с клинками, но не обошлось без багов, которые придется учитывать. В целом, герой очень хорош. И от себя добавлю. Это, конечно, не реорг, а подкрутка героя. На этом все. Проверяй канал почаще. Ведь видео минимум каждую неделю. А из рекомендаций меня выгнали за невинные шутки. Удачных боев, друг. Субтитры сделал DimaTorzok